Всем доброе утречко, ребята. Пью кофеёчек, налила себе. Это уже вторая кружечка. Мы уже погуляли, пришли. Смотрите, волос покрасила. Посмотрите, какой цвет у меня получился. Решила попробовать другой тон краски. Я выловскую краску беру, кто-то у меня спрашивал. И решила другой тон взять покрасить. И вот у меня что получилось. Обычно я, знаете, каким тоном крашусь? Такой вот, знаете, блонд, но он немножко с розовинкой. Я сейчас не могу вам эту этикеточку показать у меня наверху в спальне. Вот с такой розовинкой. А эту, думаю, то он какой-то другой взяла, то я десятка брала, было написано. А сейчас двенадцать там, не помню дальше. И вот у меня, видите, как фиолетово получилось. Ну, корни такие затемнённые. Вот. А здесь вот такой вот, видите, концы какие. Но дело в том, что ещё не в этом дело. А дело в том, что когда я покрасила волос, да, обесцвечивала сначала я специальным порошком. Ну, знаете, кто делает блонд, корни обесцветила, сама делаю. И потом, когда пошла смывать, нормально было всё. Потом нанесла краску, там надо было держать, написано сорок минут. Ну, я продержала сорок минут. И какая проблема? Представляете, стала голову мыть. Намылила всё. Потом смывая у меня в руках волос мой. Прямо кусками вот так. Особенно, ну, я имею в виду чёлка, да. У меня же чёлки вообще не было я. А чёлка уже вот так отросла на уровне с волосом, да. Уже такая была почти что. А сейчас она у меня, смотрите, всё, вылезла. Ну, я не жалею, в принципе, мне тоже нормально так, да. Короче, она у меня отвалилась. Отвалилась, я офигела, да. Когда стала голову вытирать, смотрю, у меня чёлка появилась. Ну, в принципе, мне с чёлочкой тоже не чудо, да. Ну, вот. Ну, короче, вот эти концы все отваливались. Я в шоке вообще. Ну, теперь я фиолетовая такая вот, седовато-фиолетовая. Ну, оттенок красивый, Паш понравился. Он пришёл вчера, говорит, о, ты покрасила, сразу заметила. Говорю, да. Он говорит, красивый оттенок, хороший, да. Вот. Ну, то, что я волос пожгла, я не знаю почему. Я сколько раз красила, и у меня всё было хорошо. А этот раз вот так получилось. Но ничего, волосы, не зубы, и отрастут. Правда же? Я считаю так. Я не переживаю даже. Может, я даже к лету стрижечку сделаю. Хотя мне вот так очень хорошо с хвостиком. Очень мне самой нравится вот этот хвостик. Он и молодит как-то, да. Ну, стрижка тоже мне хорошо. Ну, посмотрим, да. Вот. Что ещё хотела сказать? Вот. Насчёт поездки моей. Мне, ребята, всё равно хоть как надо будет ехать. Мне же нужно с дачи там что-то решать. Мамина дача стоит. Потом квартира. Ну, квартиру я надумала сдавать. Потому что продавать пока я её не буду. Мне многие уже говорят и пишут, и знакомые, и родственники тут. Ну, в общем, подружка тоже. У меня в Кёльне подруга хорошая. Наташа есть. Тоже она мне говорит, не торопись продавать. Продать всегда успеешь. Цены только растут на квартиры. Ну, даже не в этом дело растут. Мне просто за ней кто-то должен смотреть. Пока смотрит моя подружка, одноклассница. Я уже говорила, Светлана. Вот. Светочка, тебе приветик большой, если ты меня смотришь. Вот. Я благодарна ей очень. Света, благодарна. И верю. И сто процентов доверяю. Она такая ответственный человек. И хорошая женщина. Вот. Моя одноклассница. Поэтому вот я доверяю ей. Мало ли надёжных людей, понимаете. Я даже родственникам своим, если честно, да. Я не могу доверять, так как доверяю ей. Вот. Такие дела. И с дачи, да, надо мне что-то делать. Да, конечно, дачу надо продавать. Дача мне не нужна. Если квартиру можно сдавать, то дачу там такого нету. Как здесь, допустим. Ты сдаёшь дачу, тебе платят, да, за это. Каждый месяц ты получаешь какой-то доход. Как в аренду. Там в России такого нет. Там, если дачу ты сдаёшь, то ты, тебе ничего это не... Вообще никто ничего не платит. И ты даже сам эти вот эти налог оплачиваешь за год. Я вот за год заплатила за тот, да, за 23. Сейчас приеду, мне за 24 год надо налог за дачу заплатить. Вот. Но я не буду платить, потому что, я не знаю, там за месяц за какой-то я её хочу продать. Вроде там кто-то есть желающий, не знаю. Вот, если не, значит, будем искать. И у меня там есть женщина, которая занимается. Это через Наташу тоже. Она с её квартирой занимается. Сдаёт там. В общем, как бы она как... Не маклер. Маклер, наверное, да. Можно назвать. Вот. И я её хочу сдать. А потом, знаете, я ещё не знаю, как быть. Я же наследство сейчас получу. Может кто-то... Да, может быть, кто-то знает, как быть. Вот получу я наследство, да. И квартира, да. И там же уже всё. Мама нету. Мама выписала. Ну, выписанная будет, да. И квартира будет на мне, да. Как наследник, да. И вот скажите, может быть, кто-то в курсе. Мне надо прописаться же в эту квартиру, да. Хотя я здесь живу на постоянном местожительстве. Но я как гражданка России, да. Я имею гражданство России. Я, наверное, должна там прописаться. Хотя я жить буду здесь. Потому что если я квартиру буду сдавать, ведь всё-таки там должен кто-то прописанный быть. Я же не могу прописывать тех людей, да. Правильно? В квартиру в эту. Не живя там тоже. Я тоже этого что-то боюсь как-то, знаете. Я не знаю, как правильно вот поступить. Наверное, надо мне будет прописаться. Вот поэтому... Вот спрошу у вас. Кто-то, может быть, в курсе. Кто-то знает, как правильно поступить. Вот. Потому что, ну как я людей чужих пропишу. Потом уеду. А потом, знаете как. Там не живя. Ну, всякое может быть. У нас же был такой случай, да. Когда мы жили в Германии. У нас там квартира была. Но мы уехали на постоянное место жительства в Германию. Семья полностью. С первым мужем, да. И мой муж по осторожности, по своему незнанию оставил нашу квартиру. Да. Хорошую квартиру. В центре города у нас была квартира в Куйбышевском районе. Своему какому-то там знакомому. Как бы другу, может быть, даже его, да. Ну, сильно так не скажу, что друг. Ну, приятель хороший, да. И он ему даже доверенность на квартиру оставил. А мы-то выписались, уехали. Понимаете. И квартира стояла без прописки, без всего. И у него была доверенность на нашу квартиру. Он им как бы сказал. Ну, ты смотри, присматривай. Потом я приеду. Там это все такое. Буду думать, как, что с ней делать. Ну, и потом, знаете, узнали, что этот друг случайно. Хорошо, что у нас есть еще друзья там. Они нам позвонили и сказали. Ваша квартира стоит в продаже. На продаже. И представляете, он начал ее продавать. И он ее уже там кому-то вроде как нашел. Кого-то, да, что чуть не продал. И вовремя просто кинулись, да. А так бы квартиру бы нашу продали. Мы там не прописаны. Доверенность у него. Он там как-то росписи подделал. Короче, все. Уже на оформление квартира шла. Ну, хорошо, что у нас там были связи. Нас не забыли. Нам позвонили и сказали прямо в Германию. Что ваша квартира на продаже. И она продается. И, короче, уже там как бы документы даже оформляются. Представляете, вот такое было. И сразу мы кинулись. Вы понимаете, я туда поехала одна. Поехала с детьми. Правда, я поехала не одна, а с детьми. И мне столько пришлось там вот это все. Такие вот проблемы были, да. Плоть до тоже и до милиции. Вот. Но квартиру отбили, конечно. Вот. Потом мы ее тоже начали сдавать. А потом уже продали. Поэтому как-то так. Я думаю, скорее всего, как мне многие говорят, ну, засерут, за квартиру там запачкают. Но мне же в ней не жить. Я не собираюсь приезжать в Германию жить. У меня здесь все мои родные, да, уже. Там только остались двоюродные, да, родственники. Вот. И там дальние. Я не собираюсь ехать, да, в Россию жить обратно. Хотя многие сейчас уезжают. Я не собираюсь. Мне это не надо. Просто я хочу ее поддавать, а потом продам. Какая разница? Ну, стены же, да. Стены же будут, да. Даже если там внутри что-то сделают. Но мне это уже не важно. Мне это уже не важно. Просто то, что там внутри еще осталось, мамина, да. Там посуда у мамы хорошая, да. Я там сервис света обещала подарить один. Вот подарю. А остальное мне там надо посуду как-то продать. Потому что посуда хорошая. Хотя бы за, я не знаю как, ну, за какие-то небольшие деньги, да. Ну, хотя бы что-то продать. С собой я сюда, конечно, ничего не повезу. Если, может, кто-то живет в Омске. Вот вы живете в Омске, меня смотрите, да. Если вам, может быть, что-то надо, какая-то посуда. Ну, там у мамы хрустальные вазы есть. Ковры я уже два отдала. Ковра мамин их подарила. Вот подружке своей. Один ковер там тоже приятный. Знакомому человеку. Вот. И там еще у меня, по-моему, один ковер. Ну, ковры уже не нужно. Только для пола, да. Для пола только. На пол нормально. Хорошие ковры, они на стенке висели. А с полу, который я все повыбрасывала. И там единственное, что посуда у мамы хорошая. Вот посуду можно кому-то, если надо, за дешево я продам. Хотя бы какие-то денежки тоже надо, да. Я же за все тоже там плачу. Я вот сейчас вот уехала, денежки оставила, да, чтобы Светлана платила вот за этот вот год, сколько меня нет, да, вот за мамину квартиру. Ну, в общем, сами понимаете, да, деньги никогда не лишние. И хотя бы за чисто символическую какую-то цену что-то продать, да. Конечно, я понимаю, можно все отдать, но, знаете, хотелось бы тоже что-то получить. Потому что мне тоже надо будет за все платить. Поэтому, если кто-то с Омска, да, вот, пожалуйста, напишите мне. Я когда приеду, в начале мая я приеду. Может, вы придете ко мне и что-то посмотрите, и я вам продам. Чисто за символическую цену такую, нормальную, да. Там без задирания какого-то, да. Может, что-то вы захотите. Вот, такие дела. А если нет, так и нет, да. Вот, придется мне тогда все отдавать. Ну, я не знаю. На базары какие-то там, эти объявления. Там это надо там жить, торчать. Ну, как я имею в виду торчать. Ну, находиться долго, чтобы что-то продавать вот так по объявлениям, да. А потом неизвестно, какие люди. Я тоже боюсь кого-то впускать в квартиру, да. Непонятно кого. И тоже не знаю как-то. В общем, ребят, как-то так, да. Давайте кофеечек с вами пить. У меня, слава богу, сейчас все наладилось с Пашей. Мы разобрались, поговорили. Вот, как мы дальше жить будем. Ну, я сказала, говорю, я так тоже не могу. И он тоже мне свои претензии высказал. Я свои претензии высказала. Мы поговорили. И мы решили дальше жить. Вот. Такие дела. Понятное дело, что надо было поговорить. Конечно, вот. Естественно, ребят, я вам скажу. Правильно вы написали. Спасибо вам большое за поддержку. Вы написали, что да. Паша должен на место всех поставить. Да, правильно. Мы с ним разобрались. Мы с ним поговорили. Это наша семья. Вот. И не имеет права сюда никто влазить. И говорить что-то, да. Вот. Поэтому он сказал, больше такое не будет. Я не допущу, чтобы в нашу семью лезли. Вот. Мало ли, что на бытовом... Как сказать? Между нами там на бытовом, да, бывает. Это у всех. Везде в семье бывает. Боталуха какая-то. Какие-то ссоры, да. Это везде. Я не поверю сроду, что кто-то скажет. Вот. Я там живу, так у меня ничего нет. Сроду не поверю. У всех что-то есть, да. Просто кто-то не говорит, но я говорю, да. Рассказываю, как есть. Вот. Я ничего не придумываю. Я говорю, как есть. Потому что я знаю, многие думают, что я там что-то там не так говорю. Я знаю. Я знаю, кому я это говорю, кто смотрит. И, пожалуйста, тот, кто вмешивается в нашу жизнь, тот, кто лезет своими советами, со своими какими-то такими высказываниями в мою сторону, да, в мою сторону, что начинает вот надо другую сторону выслушать. Знаете, и шли бы вы куда-нибудь подальше, с другой стороной. Я рассказываю так, как есть. И я ничего не придумываю. И не надо никого тут выслушивать. Вы не на суде, чтобы кого-то выслушивать. Ясно? И не лезьте в мою семью, живите своей семьей. И не плюйте в колодец. А то жизнь большая, еще придется напиться. Я говорю тому, кто это знает. Я говорю это для тех, кто лезет, кто говорит мне такие слова, неприятный ему адрес. Я говорю, что, пожалуйста, не лезь. Не лезь, а то придется напиться. Жизнь большая. И не надо плевать в колодец. Всякое может случиться. Понятно? Кому я это говорю, тот знает, для кого это. И не надо меня осуждать и судить. Я это не заслуживаю. Посмотрите на себя. Или посмотри на себя. Какая ты. Еще в жизни всякое случится. У всех есть дети. И у тебя тоже. И не надо на меня грязь лить. Я это не заслужила. И смотри в свои глаза. У тебя тоже бревен хватает. Очень даже хватает. Поняла? А не надо мои бревна высматривать в моих глазах. И судить меня. Поняла? Я этих людей больше знать не хочу. Кто мне таких гадостей говорит. И тебя знать тоже не хочу. Поняла? Поэтому оставь свое мнение при себе. И живи своей жизнью. Поняла? То, что я говорю, тот знает, кому я это говорю. Да, кто лезет со своими такими советами, которые их не просят. С упреками, с осуждением. Понимаете? С осуждением. Их не просят. Мы меримся. А с теми людьми, которые вот начинают такое вот, да? Они знают, про кого я говорю. Все. Я не хочу больше никаких отношений поддерживать. Никаких. Абсолютно никаких. И на порог мне их не нужно. Не хочу даже их видеть и слышать. Конечно, нельзя такое говорить. Я знаю. Но все. Я решила для себя так. Для меня они все. Не существует больше. Я не хочу имена здесь называть. И не хочу это все. Да? Но я просто говорю им. Чтобы они знали. Что не надо лезь в мою жизнь. И осуждать меня. Жизнь мою. И осуждать меня. На себя посмотрите. Посмотри на себя. И не надо на мой канал заходить и смотреть мои видео. Если тебе так это неприятно. Не смотри. Тогда и спать спокойно будешь. Поняла? Я рада, что у меня все наладилось. И все будет хорошо. Я уверена, что все будет хорошо. Поэтому я хочу что сказать. Когда в твою жизнь лезут. Вот мы. Помирились, поругались. Да? Помирились, поругались. А кто лезет? Кто начинает со своими советами. Со своими упреками. Со своими какими-то там. Ребят, я хочу показать вам, девочки. Да? Чем я крашу голову. Да? Обесвечиваю я вот такой блонд. Покупаю вот блонды. Вот такой восьмерочка у меня. Ну, там разные цифры. Можно другую взять. Вот. И вот такой вот. Тоже вот. 6% оксид. Да? И вот я делаю. Допустим. Беру 2 столовые ложки вот этого. Да? И, по-моему, у меня получается 6 столовых ложек вот этого. Да? Все это перемешиваю хорошо. И осветляю корни. Да? Ну, дозы можно разные. Но вот моя доза такая. И всегда хорошо получается. Корни всегда обесвечиваются хорошо. А вот эта вот красочка. Я первый раз красила. Это выловская краска. Профессиональная. Вот. Такой номер 1095. У нее очень красивый оттенок. Такой, знаете, блонд. Немножко розовинка идет. Совсем-совсем легкая. Да? Очень красивый цвет. Вот запомните. Да? Вот этот вот. Сейчас же я взяла вот такую краску. Да? Думаю, попробую. Тоже выловская. Только она немножечко другая. Номер. Номер вот такой. Вот 1296. Ну, то, что я вам говорила. У нее вот цвет такой. То, что у меня сейчас получился. Вот такой какой-то сиреневатый. Такой легкий оттенок сиреневатый. Не стемнее, а вверх светлее. Как бы такой вот. Я хочу сказать, что мне он понравился. Беру я половину. Здесь 60 грамм. Беру я 30 грамм вот этой вот красочки. Или вот этой вот до этого я окрасилась. И беру 30 грамм вот этой. Половина на половину. 50 на 50. И 30 грамм вот это. Все хорошо перемешиваю. И крашу. Я не знаю, почему этот раз у меня так получилось. Да, что вот так. Вот видите, специаль блонда. Вот. А тут, что написано. Здесь вот такая. Рех натуральс. Ну, не знаю. Короче, из другой серии немножечко, да, она. Ну, вот эта всегда красила. Было нормально. Сейчас покрасила вот этой вот. И вот у меня такая вот беда случилась, что в руках у меня остался мой волос. Я в шоке, конечно, после этого, да. В общем, как-то так. Ну, запомните, да, номера вот эти вот. Вот этот номер. Хорошие, кстати, краски. Они седину закрашивают хорошо. Имейте в виду, да. Еще хотела сказать. Покупаю все я это в профессиональном магазине. Специальный магазин у нас есть, где там все это продается. Поэтому в таких магазинах вы это не купите. Только в профессиональных для специально, где можно, ну, как купить вот такое вот все.